Оно говорит, Господь много груды. Нарисуйте Бога с бородой седой и женскими грудями. И много. Что-то получится у нас. То есть, понимаешь, это не то. Потому что чаще говорят, что Он имеет, как Матерь заботящаяся, Отец, забота и то и другое обеспечение. И в Нем нет ни мужского, ни женского. Поэтому Иисусуа говорит, вы что, не понимаете? На небесах нет ни мужского, ни женского пола. Что вы делаете? Но, так как Бог сотворил человека по образу подобию своему, поэтому внутри положил в Нем, не имеется в виду по где-то рождающему организму, но внутри положил это мужское, женское начало. И оттуда Он сделал Еву. То есть, оттуда от Него сделал Еву. Ну, это такой чисто капиталистический момент, игра слов. И верить этому больше, чем написано в Писании, не нужно. Хорошо? Можно вести в разные философии. Поэтому, так они читают. Разно. Я не слышал, как дедушка, в мире, в школе, в битве, и он говорит о дружесках. Или можно вас поправить? Он пишет, как она. Ну, да. Ладненько. То есть, там, как бы, читают, задается вопрос, но не в этом, как бы, сама идея. Продолжим атеистическую позицию любви. Философия, которую мы получили на сегодняшний день, это философия случайностей. То есть, все в этом мире случайность. Библия говорила, что все руководящиеся Богом, и Он заранее все знает, предусмотрел, запланировал, и сделал, и сделал. Но философия держит идею, что все в этом мире существует по случайности. Что все в этом мире, чистый, как бы, не хао, не хао, а гармоничность, но случай. Случай, случай. То есть, такими словами, Он и шел, увидел ее, они имели секс случайно после пьяни, да, появился ребенок. То есть, все случай. То есть, время и выбор. Причина, время и случай. Причина, время и случай. Когда это все совокупается, происходит то, что у нас происходит. Поэтому человек, как бы, сущность, как личность человека, для них происходит от времени, причины и случая. Ну, если философски брать, то, конечно, да. Зачем мне нужно было ехать в маяки, чтобы увидеть там Татьяну? А если бы я в маяки не поехал, я бы, как бы, Татьяну бы не встретил. Мы после нашей встречи, мы познакомились. Как бы, так, да, то есть, как бы, случай. Но они, отвергая Бога, то есть, не имея Бога в разуме, все основывается на время, случай, как бы, и причину. Причину. То есть, у меня была причина, там была молитва, я поехал. Ну, у меня было время, и случайно мы пересеклись. Даже на той же молитве там было, мы пересеклись. Для них это чисто, говорит, нормально, Бога нет, это все, посмотри, это все случайно. Мы же говорим, что жизнь человека руководствуется Богом и направляется в стези Божьей. Почему? Потому что мы являемся духовными тварями, и этим мы, ну, как бы, скажем, движемся. Почему? Вот внутри меня Господь вложил желание и хотение по-своему извалять. То есть, желание быть, не идти искать Татьяну, а быть в Доме Божьем. Поэтому обстоятельства, которые сложились, и ей так же. И в Доме Божьем мы познакомились, как Божье время, как бы, встречи, да. Но мы, я мог встретиться и сказать, я больше ничего не хочу. То есть, ушли дальше, мы остались друзьями. Но дальше это решение, которое я делаю. Не просто, как случай, оп, оп, мы как, они говорят, что, типа, ну, случайно, посвятались, посвятались, все, одно к другому свелось, ему хотелось, ей тоже не против, и как бы все. И потом появились дети. Не так, да, то есть, у Бога есть порядок. Поэтому философия, философия именно атеизма толкала человечество на то, что все приходит по причинам, время и случая. А? Само собой. Такое понятие экстезализм, и как-то, даже как она называется в этот момент, с философией. Да, 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 там есть, там грани, там есть пребывание всего. Но это, как бы, я говорю о той поверхности, которую потом каждый философ развивает, потому что есть еще неотвеченные вопросы, еще можно заглубляться. Как бы, человек не имеет в данной ситуации никакой ценности. Вот, если принимать эту философию причины, время и случая, да, человек, как по сущности, для них не имеет никакой ценности. Посмотрите, сколько людей в Африке, сколько там в Китае, сколько всего. В таком случае, такая философия принимает позицию, что человек – это всего лишь случай, проблема, и его ценность – никакая. То, что диктует нам вот эта атеистическая любовь, вот эта философия. Тогда, фактически, причина сделать аборт, она не становится проблемой. Вы понимаете, да? Теперь можно легализовать позицию убийства, позицию клонирования. Какая проблема с этим? генетическая инженерия можно было вложить. Если в людях, в человеческом разуме вложить позицию, что ты всего лишь, или же мир существует по причине времени и случая, да, тогда позволительно и клонировать, позволительно иметь аборты, позволительно и регулировать, или же как бы где-то рождаемость такую, как бы плонирование, да. Эвтаназия, да. Убийство человека по причине того, что он не способен жить. Оправдание именно убийства. Это становится большой проблемой. То есть, какова тогда мораль такой философии? Давайте мы разберем, какая будет тогда мораль этой философии? Если бы часть вселенской выбора, да, вот такого, или же выживания и времени, и случая, тогда разница между вырубкой леса и убийством человека никакой нет. Ведь все живое. Все пришло в этот мир по путем причины и следствия, и все. То есть, как бы нет связи. Поэтому можно делать с человеком все, что угодно. Особенно, вот, посмотрите, я понимаю, что если вы посмотрите на старинные войны, да, старинные войны, они велись по причине, ну, вот, как бы захватческой, увеличивания налогов и богатства, да, то есть, один народ пробуждался другим, но там не было истребления наций. Вы поняли, как я говорю? И в истории мы даже, мы не видим, чтобы там уничтожались нации. Геноцид, другими словами. Только лишь, вот, после этих вот движений, которые бы перешли в гуманистические такие вещи, мы видим, что там уничтожались целые народы. Даже, вот смотрите, в китайский, там, как бы, тайванский, там, один король взял другого, как бы, соединял одно королевство с другим. Они соединяли друг друга, уничтожали, конечно, они королевские корни, чтобы никто не претендовал. Как мы видим, в Израиле тоже там была такая ситуация. Но, фактически, они захватывали, чтобы платить дань, чтобы умножить, чтобы, чтобы богатеть. Но, в современном мире, мы видим, что происходило уничтожение народа по причине ненависти, и понятие, что это никто, это никакой, абсолютно, никакого от них прока нет. Возьмите это в Африке. Один народ сегодня уничтожает другой. Пролитие, кровопролитие ужасное. Вы скажите, вы же ничего не знаете. Были войны ради захвата земли. Сегодня войны идут не ради захвата земли. Сегодня каждая страна имеет свои границы. Правильно? Идет уничтожение по причине, что человек это ничто. Другая раса, другой народ. Это как вырубка леса. Идет геноцид многих людей. И фактически о том, о чем мы знаем, геноцид еврейского народа, геноцид армянского народа, геноцид тутсу, в Африке, геноцид еще в Тайване народности. Это проявление той философии, которая внедрилась в последние конца позапрошлого тысячелетия. Это ужас. Поэтому оттуда происходит такое понятие, что инсект кровосмешание. Из этой же философии выходит. Инсест. Да. Ну, я понимаю, что есть сейчас много что говорят, и нас не должно пугать. Я говорю, что может быть там есть понятие, что спасти землю, все остальное, нужно поуничтожать 5 миллиардов 1 миллиард останется и будет начать что-то заново. Не знаю, мы говорим о Третьей мировой войне, об этом давно говорят, может это быть, не может, но мы читаем о политических таких книгах, Иоанна, откровение Иоанна, что будет умирать третья часть земли, умрет, болезни, голод и все остальное. Это еще может нас все ожидать. все ожидать у нас. Мы должны просто быть готовы. В чем вредность такой философии, как вы думаете? В чем вредность такой философии? не, вообще философии причины, время, время, случай. Что человек никто, правильно, да? Тогда можно реально поддерживать войну, как теория Дарвина, как там есть выживание рода. Выживает сильнейшее. естественный отбор. Ну, просто говорю о том, что естественный отбор. Тогда можно оправдать военные любые действия, естественный отбор. Люди умирают, люди погибают, и ничего страшного нет. нету. Есть. Это ради экономических позиций. Это экономического обогащения. Тоже раньше было больше как тоже захват Римской империи. это империалистический такой момент. Это экономическая позиция. Сему приходит конец. Сему приходит конец. Все. Что, что? Вы должны понять? Нет. Здесь католическая церковь, мы хотим, чтобы она участвовала в этом. Мы хотим, чтобы католическая церковь стала тремя шестерками. Понимаете, да? Это по какой-то причине протестанты вот так вот видят. Я буду говорить так откровенно. Нам просто надоело тогда, кто там вообще в протестицизме участвовал, им надоело поборство церкви и то власть, которую она имела вообще в Европе, будем говорить так, то бесчинцы, которые они делали, те правила, которые, отойдя от Библии, от Писания, всего-всего, они просто в этой церкви увидели антихриста, который они хотят. Я к этому согласен, что любая церковь, любая религия может стать причиной этого антихристского движения. И понятно, что выйдя из церкви, мы находим проблему, почему я в этом не хочу находить, это церковь сатаны. И мы начинаем говорить, придумывать у Папы Римского в голове три шестерки, на колпаке три шестерки, еще что-то, еще, еще, еще. Давайте мы не будем гадать, хорошо, не будем смотреть на других, как проблематичная ситуация. Тогда получается, что если церковь католическая, вот такая, это три шестерки, по-моему, мы люди, которые идут в ад и не верят, что Иешуа является Господом и Спасителем, плюс, то мы к ним никаких претензий не имеем. Почему свитки и Еговы, как бы, еще одно течение, их же тоже миллионы, их же миллионы, да, и мы никаким, мы как-то так к этому относимся, очень так, ну, это другие, но вот эти христиане, правильно, вот эта церковь, и почему-то остался отпечаток средневековья, что это и есть церковь сатаны, и от этого нужно ожидать все. Вы мне извините, может быть, много вы не знаете, сегодня в мире больше ста миллионов католиков, которые говорят на иных языках, понимаете, больше ста миллионов, больше, чем протестантов, которые говорят на иных языках, которым разрешено оставаться в церквях и практиковать этот дар, и церковь считает, что это дар, язык это дар, это не всем дано. Вы должны в себе понять, что если мы будем враждовать против братьев, которые исповедуют, что Ишуа Иисус является Господом Спасителем, да, у них есть принципы литургии и рамки веры, которых галаха своего рода, означает ли это, что они не правы. Да, там есть смешанность язычества. У кого из протестантских церквей его нету. Если копнуть, я попробую позвать раби Бориса из Хуста, ты знаешь, да, раввина. И у него есть тема язычества в церкви. И вы поймете, что в каждой протестантской церкви есть столько язычества, что мы даже себя не представляем. не, Если вы будете спрашивать католиков, которые рождены свыше, они не молятся Мдае. Она становится, как мы говорим, мама, помоли за меня, да, типа, и ты надейся. Но у них все другая. Вот я с Питером разговариваю, у нас нет поклоняющегося Марии. Это катехисис, который правил, которое мы имеем, но на самом деле мы поклоняемся Иисусу, Ишуа, Мессии, Богу. Мы пришли давно от этих отказались, но некоторые церкви остаются церковью, национальной церковью, и не хотят меняться, не хотят меняться. Реформы, которые делал Павел Иоанн Второй, это реформы, которые неслыханные реформы для церкви в нашего времени вообще. И принять такие реформы, это была серьезная реформа. Признать, что евреями право на спасение, ты что, это же одна из серьезных моментов. Это серьезные вещи, что церковь извиняла за то, что происходило с евреями, и так далее, и так далее, и так далее, и за неправильное поведение, за то, что это реформы, вы должны понять, это нас легко там, протестантов, пастырь, не хочу, пойду в другую церковь, лопнул дверью, все. Не ходят, там нормально, а там есть правила, которые держатся уже тысячелетиями, и это надо было менять, как и сегодня, в православной церкви пытаются сделать реформы, и я благодарен Богу за реформу, и дай Бог, чтобы они просто открылись еще глубже в реформу, принять остальных братьев и верующих как нормально, и не иметь этой вражды, которую мы имеем, перепалок, хотя, по крайней мере, могли бы протянуть друг другу руки, я думаю, что мы к этому придем, но все равно, я бы не был таким бы настороженным о том, что католическая церковь является престолом сатаны, и это антихристы. По-честному сказать так, если мы говорим о том, что должен быть антихрист, то если первый Машех, Мессия, от еврейского народа, то этот должен воссесть в храме тоже, в каком? Что католика построит, на храмовой горе еще свой центр, и он там воссядет, я вас умоляю, никто этого не произойдет, то есть должно быть что-то такое, чего мы даже не подозреваем, мы не хотим, нам просто не нравится католическая церковь и то, что она сделала в течение тысячелетий, поэтому мы противимся, мы сильно этому противимся, и ищем всевозможные подлоги, вот так я понимаю, я понимаю, среди нас есть предатели, так что думаете, у нас тоже вообще не есть те, которые работают на КГБ и сдают, и что происходит, как кто говорит, как говорит, а что вы думаете, нет? А зачем? Зачем? Зачем выяснять? Вопрос, зачем выяснять? Ну найдем мы его, что будем делаем? Они пошли другого какого-то, это вы поймите. Да, то есть как бы, вы должны понять, что это перевод, перевод, а? Послушайте, это вы представьте, вот представьте, вот представьте себе, вы вообще неверующий человек, вот вы неверующий, в атеисты и так далее, и ваш сын или ваша дочь пошла в какую-то общину, а еще ко всему, да, как бы сектанты и все остальное, что, что, да, ну как бы, что вы будете делать? Мы уже имеем результат того, что там эти всякие пирамиды, всякие все-все-все настроилось, и сегодня для них, ну, это, это глобальная позиция, сегодня это глобальная позиция, везде, как и в Америке, так и в других странах, что любые радикальные группировки, которые собираются, являются потенциальным угрозой, потенциальной угрозой, даже, вот, они будут нас знать, что мы ничего такого не делаем, у нас нету проповеди против властей, у нас как бы не собираются деньги, как бы так вот, какие-то движники, поэтому мы, им интересно просто, чтобы видеть, что происходит, контролировать, просто держать, да, это, 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 это национальная безопасность, это, я к этому отношусь нормально, вы пойдете, и поймите, раньше, это немножко другая ситуация, раньше нужно было, кто больше, более активный, нужно было сдавать, те, кто более активный и говорил, там, знаете, о мировоззрении, евангелизации, все, их сажали в тюрьмы, то есть, пытались уничтожить, да, как бы так, это было, ну да, это, это плюс еще было печатание и литература, и для них было поставить перед собой цель построить коммунизм, который они хотели, и где нету верующих, все, не, 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 как бы, не верующие, то есть, мы уничтожим последних, это невозможно, потому что они говорили часто, такая фраза была, если, если один бандит может убить, там, ну, 10-15 человек, 10-15 человек, то идея может заразить миллионы, понимаете, да, они это испытали на себе, фактически, они сказали, Бога нет, и мы сделали революцию, и построили свой мир, теперь, если дать возможность людям сказать, что Бог есть, произойдет обратная революция, нас всех скинут, ну, дождались, что мы имеем, на сегодняшний день, я благодарю Бога за Украину, за ту свободу, которую мы имеем, это самая свободная, сегодня, страна, в мире, я считаю, одна из, пока еще, я бы с вами говорил, что она более свободная, здесь не запрещается, иметь домашние группы, регистрироваться, не регистрироваться, и все остальное, конечно, извините, что все равно, национальная безопасность должна быть, и поэтому, я не удивляюсь, что кто-то там стучит, понимание, ну, поймите, даже при всем понимании, и покаянии, всегда у христиан, будет еще одна, ну, как бы сказать, кому пристать, как ты поверил, если поверил вот так, значит, все равно, значит, остальные все не таковы, значит, католическая церковь, у нас еще есть, три шестерки, да, три шестерки, значит, она может сдать, значит, они могут главенствовать, и могут быть еще, масонами, значит, нужно не допускать их, значит, накрутиться, кто где пристанет, это проблема, я верю, что люди, которые в правительстве, или же, они должны быть верующими, должны быть верующими, считать Слово Божие, и служить народу, да, со слочаной, с ценностем Слова Божьего, и помогать людям, и состроить, общество, но не делать его христианским, поймите, я на самом деле, если бы делать его христианским обществом, тогда какой мы, эпархии, будем принадлежать, вы понимаете, о чем я говорю, куда мы пойдем, мы это имели, имели Рим, правильно, правильно, но люди должны быть верующими, глубоко верующими, зная основы Писания, и руководствоваться этим для блага людей, независимо, верующий он, или не верующий, но быть движимым, с совестью, и Словом Божьим, куда он будет ходить в церковь, мне все равно, даже если он не будет ходить в церковь, и будет только иметь консультативный подход к священникам, или же пасторам, которые не будут это, выдавать за свою победу, это будет лучше, это будет лучше, многие не знают, что к нам приходят люди, которые, и судьи, и которые находятся в партиях, но мы никогда об этом не говорим, никогда не даем возможности агитировать, и люди их не знают, кто чем занимается, это будет лучше. Спасибо.